всем привет с вами вова ломов и теплица социальных технологий сегодня опять о видео вообще по видео у нас уже много всего ссылка на плейлист в описании и сегодня в продолжении темы об одной утилитарной вещи которая иногда бывает нужно о том как перекодировать видеофайл из одного формата в другой не буду подробно рассказывать зачем это нужно если смотрите скринкаст значит знаете зачем вам это сам я пережимаю видео с помощью x-fit for psp программа давно на рынке сделал ее какой-то энтузиаст очень хорошо надо сказать сделал распространяется абсолютно бесплатно она не очень красивая не так-то просто разобраться со всеми настройками я решил поискать что-то более модное нашел вот эту программу заявленный онлайн не работает это замануха скачал установил оказалось платный бесплатная версия позволяет выгнать только треть ролика да еще и вылетела она у меня два раза в процессе перекодирования так что сколько перекодировщиков я не перепробовал лучший x-fit for psp так и не нашел есть примеры лучше пишите в комментариях поэтому скачиваем x-fit for psp устанавливаем открываем выглядит все не так дружелюбно как супер модной не работающей программе но на самом деле тут все понятно перетаскиваете файл который хотите перецифровать вот сюда ну или можно открыть файл отсюда и выставляете параметры отцифровки нет не этот файл у него нет звука сейчас со звуком вот этот например и так что тут есть есть стандартная строка меню честно говоря сюда я ни разу не заходил хотя пользуюсь программой очень часто далее есть вкладки рабочие среды я тоже сюда никогда не заглядывал кроме одной основной вкладке кодеки но что тут есть в принципе тут есть инфо полная информация о видео файле далее мета дата сюда можно внести дополнительную информацию о файле далее главы тут можно расставить маркеры эпизодов нарезка здесь можно порезать файл и цифровать его не полностью но я этим не пользовался ни разу потому что перекодировщик все-таки для перекодирования если нужно что-то резать склеивать монтировать это нужно делать в монтажной программе они здесь ссылка на плейлист по бесплатной монтажной программе davinci в описании далее фильтры тут собраны фильтры которые можно применять к видео это тоже на мой взгляд лишнее все это делается на монтаже но один важный фильтр тут есть о нем я позже расскажу и кодеки это основная закладка тут вы выставляете параметры кодирования первое главное это контейнер разные контейнеры для разных устройств и задач тут как вы видите их очень много но все что касается интернета это mp4 дальше кодек опять же интернет х 264 дальше битрейт он бывает постоянный плавающие еще какие-то тут есть типы но это наверное уже от лукавого я ставлю всегда плавающий 2p 3p это количество проходов кодировщика я обычно ставлю два прохода дальше битрейт сколько килобит в секунду чем выше битрейт тем лучше качество и больше получается файл но это не совсем так скорее чем хуже исходник тем выше должен быть битрейт и качество все равно будет не очень стандартные битрейт для фильмов которые можно скачать из интернета полторы тысячи и они вполне качественные у меня тут стоит 6100 можно ставить меньше но у меня нет ограничений по объему поэтому могу себе позволить но больше 10 тысяч ставить ни к чему дальше качество кодирования по идее чем выше качество выставляешь тем медленнее он кодирует и типа надо выбрать что тебе важнее качество или скорость понятно что всем нужно качество поэтому я думаю эта закладка ни на что не влияет но на всякий случай ставьте повыше дальше настройки звука то же самое выбор кодека но тут самый приемлемый и и си также битрейт 128 нормально если музыка можно поставить 256 и старт а нет где сохранять можно выбрать рядом с исходником или выбрать папку где сохранять все нажимаем старт перекодировка пошла вот что мы получаем по окончании это исходник почти 6 гигабайт это пережатый файл почти 300 мегабайт то есть в 20 раз меньше смотрим качество исходника смотрим качество пережатого файла на глаз отличить невозможно что и требовалось так ну и давайте еще очень коротко про раздел фильтры загрузим ролик покороче фильтрах видите много всяких примочек типа резкость шумоподавление контраст я их использовать не рекомендую все таки еще раз это делается на монтаже в монтажной программе но вот 3 сайт изменения размера кадра вещь когда нужно например чтобы пережать из hd в пол или нтс и форматы для бытовых плееров вы выставляете здесь нужное разрешение в данном случае низкая и меняйте контейнеры кодек ну давайте оставим сейчас mp4 а потом попробуем ави и сравним результат так выгнали теперь попробуем контейнер ави также делаем ресайз и а какой у нас там кодек а xvid кодеков для ави кстати стало гораздо больше ладно оставим xvid напомню в mp4 мы цифровали в х 264 выгоняем и получаем два файла ави немного меньше по качеству они примерно одинаковые вот mp4 вот ави открою вам один секрет специально приберег его для конца чтобы не все увидели кто-то уже выключил видео о информации серии маленьких профессиональных хитростей даже профессиональные видеоредакторы плохо выгоняют видео в mp4 даже на высоком битрейте идут артефакты как делаю я из монтажной программы я выгоняю файл dnx hd это профессиональный кодек файл получается качественный но большой и уже потом в xvid for psp пережимая его в mp4 видео получается гораздо качественнее чем из профессионального редактора даже на низком битрейте все любите друг друга никому не рассказывайте то что я рассказал вам сейчас подписывайтесь на наш канал оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий